Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. 19 января состоится онлайн конференция, посвященная Западной Армении. Азербайджан и Арцахский конфликт 32 года назад в эти дни. Преподавание «История геноцида армян» стало обязательно в Массачусетсе. В Казахстане происходила очередная цветная революция, которую удалось предотвратить Тиранлок Магазян. Россия с 1997 года осуществляет альтернативную меру урегулирования арцахского конфликта с Турцией Марьяма Вагян. Несмотря на ограничение, количество посетителей Портасар в Западной Армении за год достигло более 500 тысяч человек. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Уважаемые соотечественники, граждане Западной Армении, сообщаем вам, что 19 января 2022 года в 21.00 по армянскому времени состоится конференция по формированию, строительству и общему состоянию Республики Западной Армении, посвященная Армении, которая была признана 19 января 1920 года. Конференцию проведет президент Западной Армении Арменак Абрамян. С 12 по 15 января 1990 года параллельно с погромами в Баку азербайджанская сторона предприняла организованное нападение на села Манашид, Азат и Камо в Арцахе с целью положить конец политике этнических чисток. В связи с этим доцент Магера Рутюням, президент общественной организации научный центр Качара отметил, то, что этот открытый акт агрессии был заказан и направлен из террористического центра в Баку, стало ясно из прозвучивших нам митинги, организованным национальным фронтом Азербайджана в Баку 11 января, призывов изгнать армян из Баку и начать широкомасштабное вооруженное нападение на Арцах. Однако стойкие защитники северного Арцаха нанесли азербайджанским бандитам достойный контрудар и заставили их бежать с поля боя. Враг, готовившийся к широкомасштабной войне против Арцаха, не только пытался силой запугать жителей, особенно нападая на казавшиеся уязвимыми и беззащитными армянские населенные пункты, но и использовал оккупационные силы. Армянская сторона дала адекватный ответ, предприняв необходимые меры для отторжения агрессии противника, для защиты своей родины. Преподавание геноцида в средних и старших классах школ штата Массачусетс отныне будет обязательным. 2 февраля 2021 года группа законодателей представила законопроект номер 692 об образовании по вопросам геноцида на утверждение Сената Массачусетса и Палаты представителей, который был подписан губернатором 2 декабря 2021 года, приобретая таким образом силу закона. Он будет реализован в новом учебном году, начиная с 1 июля 2022 года. Закон направлен на продвижение всестороннего образования в области прав человека с особым акцентом на изучение бесчеловечности геноцида. Закон предусматривает перечислить геноциду, холокост, геноцид против армян, геноцид понтийских греков, 17 по 19 века принудительный вызов африканцев в рабство в Америку, насилие в отношении коренных народов на американском континенте и недавнее насилие в Боснии, Камбодже, Руанде и Судане. В эфире Western Armenia TV тюрколог Тиранлок Мегозем проанализировал последние региональные события, особенно рассказав о событиях в Казахстане, деятельности ОДКБ и причастности ко всему этому турецкого элемента. Коснувшись ситуации в Казахстане, он сказал, что это очередная цветная революция, направленная с запада. Разумеется, говоря, запад, надо понимать и Турцию, что столь быстрое действие ОДКБ обусловлено очередным антитурецким шагом. В интервью lragir.am координатор ассамблеи беженцев из Азербайджанской ССР Мариам Авагям в частности сказала, в 2010 году ПАСЭ зафиксировала, что в Карвачаре и Кашатахе находилось не менее 14 тысяч армянских беженцев из Азербайджана. Беженцы – это те, кто снова бежал осенью 2020 года. К внутренне перемещенным лицам относятся жители Гадрута, Шуши, Кашатаха, Карвачара, Джиракана и Варанды. Государство-посредник, навязавшее заявление от 9 ноября, проводит альтернативную меру урегулирования арцахского конфликта с Турцией с 1997 года. И у них есть согласие на этот счет. Другими словами, в 1997 году они решили, что независимо от того, чего хочет минская группа, они сделают по-своему. Иными словами, государство-посредники Турции проигнорировали минскую группу, минуя существование этой важной международной структуры, и реализовали план Лаврова. Продолжение преступления должно быть остановлено. Мы и армянское поле должны говорить о седьмом пункте заявления от 9 ноября, подчеркивая роль этого заявления как документа, приостанавливающего прекращение огня. Место поклонения Порт-Ассар в провинции Урфа в Западной Армении, которая имеет 12-тысячелетнюю историю и описывается как отправная точка истории, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2021 году, несмотря на ограничения, его посетило более 500 тысяч человек. Порт-Ассар принимает тысячи местных и иностранных туристов с 2018 года. В 2018 году в некоторых частях из-за строительства защитной крыши руины посетило около 70 тысяч посетителей. После завершения работ был наплыв посетителей. 2019 год был объявлен годом Порт-Ассара. В 2019 году Порт-Ассар посетили более 400 тысяч человек. Уважаемые соотечественники, государственное телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Наша работа направлена на сохранение и развитие связи между нашими соотечественниками и Родиной. На этом историческом этапе мы все обязаны поддерживать наши национальные требования, чтобы вместе противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся, и добиться установления наших справедливых прав, которые, к сожалению, игнорируются в современных международных отношениях. Наша борьба длится долго, но победа неизбежна. Западная Армения надеется на вашу активную поддержку на этом нелегком пути. Вместе мы сможем больше. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!